Слава Богу! Аллилуйя! Трансляция из Петербурга. Прямой эфир. Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу! Приветствую всех друзей церковной реформации! Приветствую всех с берегов Невы и Ижоры, с Петербурга! Слава Господу! Сегодня суббота, поэтому поздравляю всех с Господним Днем! Шабад Шалом! Друзья церковной реформации! И сегодня мы продолжаем празднование Дня Независимости Израиля. Календарный праздник День Независимости уже прошел. Но мы продолжаем вот в эту субботу, да и завтра, в воскресенье, на служение праздновать эту, ну скажу так, значимую очень для всех, даже праздник, значимый для всех. Слава Богу! Да, приветствую, кто сейчас в эфире прямом, кто подключился к прямому эфиру. Буду стараться здесь, в Петербурге, по утрам выходить в эфир. Сегодня намеревался, но не получилось, к сожалению, у меня быть утром в эфире. Вот, даст Бог, как татары говорят, иншаллах, Богу будет угодно написано в Библии, будем живы-здоровы, то завтра утром, в 6 утра, сделаю прямой эфир. Вот, и здесь, вот на этом канале Ютуба. Вот, спасибо всем огромное за молитвы, за участие в моем служении Господу. Слава Богу! Здесь, я сейчас в Петербурге, и, знаете, Петроград, Петербург, это тот город, где зарождалось православное обновленческое движение. Вообще, этот год, 19-й год, в календаре нашим обозначен еще и как год столетия вот этого сообщества, как бы, общества, столетия вот этого братства, которое так и называлось, и называется по сей день, друзья церковной информации. Света, девчонка пишет, шалом, шалом, шалом всем вам, благословений, шаббат шалом, благоставляю всех вас во имя Господня, во имя Иисуса Христа. Эти дни молюсь здесь, в Петербурге, на берегах Невы, молюсь о духовном пробуждении и всех стран бывшей Российской империи, бывшего Советского Союза. Слава Господу, о духовном пробуждении России молюсь, преломляю хлеб, здесь вот рассуждаю о теле и крови Господа Иисуса Христа. У меня здесь вот есть хлеб приготовлен, вот и я рассуждаю сегодня о теле и крови Господа нашего Иисуса Христа. Беру хлеб, плод виноградной лозы и причащаюсь, рассуждаю о крови и теле Иисуса Христа, о великой жертве, которой мы спасены. И сияние от нас, это действительно святой Божий дар жизни вечной. Да, и сегодня шаббат, сегодня суббота, и празднование Дня Независимости. Я хочу прочесть послание к римлянам, фрагмент из послания к римлянам 11 главы с 11 стиха и далее. Послание к римлянам апостола Павла, 11 глава с 11 стиха. Итак, спрашиваю, неужели они притнулись, чтобы совсем пасть? Кто они? Евреи, еврейский народ, Израиль. Никак, пишет он, то есть нет, однозначно нет, никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность, если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Аллилуйя, аллилуйя. Вот меня всегда впечатляло завершение этого 15 стиха, вот здесь вот принятие, принятие, что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Дамы и господа, братья и сестры, православное такое реформаторское наше братство, обновленческое, возрожденное в наши вот в эти годы и возрождаемое в эти годы, оно, как я вижу, приветствую тебя, брат мой Сергей, аллилуйя, пишет Сергей, мой тезка Лысюк. Слава Богу, благоставляю, благоставляю всех, всех, всех. Слава Господу. И я хочу мысль подчеркнуть, что, по моему мнению, вот такое православное обновленческое братство, реформаторское, оно действительно очень сильно переплетено с исполнением вот этих древних библейских пророчеств. В частности, о возвращении, о восстановлении, или же, как вы здесь вот, принятие Израиля, принятие Израиля, как воскрешение из мертвых, воскресение из мертвых. Я об этом говорил и говорю, и буду говорить обязательно. Да и вообще, возрождение православного обновленчества, реформаторского движения, новое начало православного обновленчества, получил именно как раз в молитве за Израиль, в молитве о духовном пробуждении еврейского народа. Слава Богу. Приветствую вас, благословения вам и всей большой семье вашей. Аллилуйя. Ольга пишет. Спасибо огромное, спасибо. Шаббат шалом, Ольга. Шаббат шалом. Всем вам, братья и сестры, шаббат шалом. Слава Богу. И я много говорю о Израиле, Израиле и церкви, церкви и Израиле. И здесь, в Петербурге, об этом говорил я и 20 лет назад, и сейчас. Да, уже больше 20 лет несу служение как реформатор, обновленец. И возрождение православного обновленчества, Рувин также подключился. Молодец, слава Богу. Шаббат шалом, Рувин. Шаббат шалом, братьям и сестрам. Так вот, возрождение, новое начало православного обновленчества получило именно как раз в молитве за Израиль, в молитве о еврейском народе. Аллилуйя. Да, аминь, аминь, аминь. Здесь целое как раз в пророчестве указано. Я думаю, мы еще прочитаем как раз вот эти места из Писаний. Но сегодня, сейчас, да, еще скажу, что возрождение, новое начало православного обновленчества получило именно, молясь против антисемитизма, молясь за Израиль, молясь благоставляя еврейский народ. Каясь в нашем православном антисемитизме, церковном, религиозном. Это очень важная тема. И 20 лет спустя я вновь и вновь подчеркиваю это. Братья и сестры, дорогие друзья, сегодняшний вот такой дневной эфир, такой экспромтом, я посвящаю Израилю. Эти дни мы молились за возрожденное еврейское государство. 71 год, шутка ли, да, уже 71 год исполнился Израилю. И для меня это очень важная тема, как для православного священнослужителя, потому что я глубоко убежден, я это вижу даже, что во многом именно реформация в православии и оживление православия тесно связаны как раз именно с молитвой за Израиль и с покаянием в антисемитизме. 20 лет назад я в этом убедился и сегодня, 20 лет спустя, я в этом еще и еще раз убеждаюсь. Накануне Дня независимости Израиля мы молились о защите над еврейским государством, потому что Израиль был атакован террористами. Как раз накануне Дня независимости летели ракеты, сотни и сотни ракет летели в Израиль. И да, есть погибшие пролилась кровь еврейская, но по милости Господней из там чуть не около тысячи этих ракет, знаете ли, могло быть жертв гораздо больше. И я Богу славу воздаю, что действительно не было вот этого массового кровопровития. Шаббат шалом, Рувим, шаббат шалом. Так вот, и знаете, друзья, я сегодня преломляю хлеб, молюсь, рассуждаю о теле и крови Господа моего, спасителя Иисуса Христа, который есть свет к просвещению всех народов. И он же есть слава народа своего Израиля. Слава Господу Христу. Благоставляю Бога всемогущего сегодня. Вот, и знаю, что Машиах, Христос Иисус, Машиах и Иешуа, он действительно в молитве за свой народ. За весь наш мир, конечно, за всю нашу истрадавшуюся планету, но в первую очередь за свой народ. Я в этом глубоко убежден на основании Слова Божьего и Ветхого и Нового Завета всей Библии. Вот, и кто о своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного. Но Иисус наш не такой. Он верный, Он святой, Он праведный. И Он о своих, особенно домашних, печется. Он печется о всех, конечно, Он молится за весь мир. Его святая кровь, она охадатайствует за весь наш истрадавшийся мир. Потому что написано, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Но со своей драгоценной кровью Он в первую очередь хадатайствует сегодня за Израиль. Я молюсь сегодня за Израиль. Молюсь и благоставляю еврейское государство. Тем более, что это шаббат, это суббота и в нашей церкви. Да и я знаю, не только в нашей церкви. Вообще во многих конфессиях христианских посвящена также как раз молитве за Израиль. И паки, паки, знаете ли, такое как бы некое продолжение праздника Дня Независимости Израиля. В молитвенное такое празднование, знаете ли, не просто государственное, церемониальное какое, а именно молитвенное празднование Дня Независимости. Потому что для всех нас, верующих, разная конфессия, разная деноминация, для всех, для кого Библия является именно Божьим Словом, о возрождении Израиля, это, скажу, доказательство истинности этого слова, доказательство того, что Бог слов своих на ветер не бросает, всякое его слово живо и действенно, и оно острее всякого меча в бою на островах, и написано даже, очень красивое такое сравнение. И что Слово Божье, оно не возвращается тщетно. Оно не бывает никогда тщетным, оно исполняет то, ради чего оно послано. И я сегодня слушал, не мог выйти в эфир, но я, значит, мог слушать вот эти вот, погружаюсь, как написано там, одним словом, вот с этой конференции, которая была в киевской еврейской мессианской общине, я получил рассылку, вот, и смог послушать некоторые вот эти темы этого, этой конференции, погружаюсь в любовь отца, как это так вот, да. Вот, и одна из тем была как раз о прославлении, о хвале, воспалении. Я, конечно, у кого чего, я, конечно, в первую очередь молился о нашей церкви, молился Инна, шаббат шалом, шаббат шалом всем, всем святым, шаббат шалом. Вот, и, так вот, и молился о том, чтобы вот это прославление, восхваление Господа, и в нашей церкви, оно, вот, знаете ли, как в Канзас-Сити, как по всей планете сегодня поднимается вот эта хвала прославлений в разных регионах, в Корее, в США, в Южной Америке, в Африке, в Индокитае, чтобы оно поднималось и вот в наших собраниях сейчас, в наших церквях. Я молюсь о наших церквях и благоставляю, я извиняюсь, что не известил заранее об этом эфире, но, надеюсь, наши служители посмотрят. Благоставляй наши церкви и в Украине, и в России, и в Белоруссии, и в Грузии, и в Молдове, и в Румынии. Благоставляй во имя Господа Иисуса Христа. И пусть хвала Господу возносится, как фемиам сегодня. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Пусть вот это пророческое, вот это вот служение музыкантов, певцов будет. И это восхитительно, друзья, это удивительно. Спасибо тебе, Господь. Вот, и сегодня я преломляю хлеб, рассуждаю о теле Господнем и возвещаю смерть Господа моего Иисуса Христа. Это действительно великая благодать. Это великая благодать. Потому что через смерть Иисуса Христа пришла жизнь и для Израиля, и для всей нашей истрадавшейся планеты, для всех народов нашей земли. Через смерть Иисуса Христа и Ишуа Машеха пришла жизнь, и жизнь с избытком. Слава Господу. Вот, и сегодня также благодарю Бога за Его исцеление, спасение, благословение, за силу воскресения, как написано здесь, я еще раз, вот, зачитываю. Из Римлян 11 глава, в конце 15 стиха написано, примирение мира, да, это если отвержение и примирение мира, то, что будет принятие, как не жизнь из мертвых. Есть разные объяснения, разные толкования, как бы, вот этого фрагмента Писания, но одно из вот, ну, пониманий, что есть в моем сердце, откровений, можно так сказать даже, это то, что как раз принятие, возвращение Израиля к Богу своему, восстановление Израиля, возрождение Израиля, оно высвободит силу воскресения для этого мира истрадавшегося, для Церкви Божьей, для всего истрадавшегося мира, для всех народов нашей земли. Возвращение Израиля, оно принесет огромное благословение для всего тела Машеха, для всего тела Христа. Аллилуйя! И для всех людей, для всех и вся. Спасибо Тебе, Господь! И сегодня я благодарю Бога, кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, я спасен, исцелен, благословлен всеми благословениями небес. Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Аллилуйя! Аллилуйя! За жизнь вечную! Благодарю Тебя, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Эти дни тоже и голос терял, и вот сейчас вот снова могу говорить и благодарю Бога Всемогущего. Знаете ли, когда вот, когда болен, да, то как трудно, вот, не знаю, переступить через себя, через свою боль, через все и вся, и заявлять это, и веровать, что, да, я исцелен кровью Иисуса Христа, когда есть осуждение, самоосуждение, когда непрощение к себе, и вдруг, да, переступая через все и вся, я говорю, я прощен кровью Иисуса Христа, силой Господа Бога моего, Аллилуйя! Исцелен, благоставлен всеми благословениями небес. Слава Тебе, Господь! Благословен Ты, Царь мой! Благословен Господь! Аллилуйя! Воскресение из мертвых, жизнь из мертвых! Аминь, аминь, аминь. Аминь, аминь. О теле крови Христа рассуждаю. Ты мой Спаситель Господь. Ты мой Царь. Ты мой Искупитель. Спасибо Тебе, спасибо, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, за силу крови Твоей. Благодарю Тебя, Господь, за эту благодать жизни вечной. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. И молюсь за Израиль, как написано, принятие, принятие. Да будет это принятие в наши дни, Господь. Оно уже происходит, Господи. Но пусть это будет, Боже, в еще большей и большей степени. Как жизнь из мертвых. И для Израиля, и для всех, и вся. Для Церкви Твоей. Боже, для православных ветвей. Боже, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И молюсь также, и призываю вас, ходе молитвы, сегодня тоже молюсь о том, действительно, Боже, воскреси православие. Воскреси Церковь православная. Воскреси, Господь. Молюсь о воскресении сейчас. Воскресение из мертвых. Воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за эту субботу. Спасибо за этот шаббат. Благодарю тебя, Господь, за Израиль. Благодарю тебя, Господь, за эту 71-ю годовщину возрождения еврейского государства. Это Твое чудо, Господь. Спасибо тебе. Аллилуйя. Братья и сестры, на самом деле, для всех верующих, независимо от наших ветвей, конфессий, динаминаций, организаций, юрисдикций, союзов, церквей. Знаете ли, если для нас Божье Слово, Библия Божье Слово, то действительно праздник возрождения Израиля, День независимости Израиля, это, вне зависимости от нашей национальности, культуры, это наш праздник, наш общий праздник, потому что Бог верен своему Слову. И вот этот месяц Ияр нынешний, да, вот, или второй месяц, если считать, от Ниссана, вот, от месяца Пасхи, нашего исхода, вот, то, знаете ли, этот месяц Ияр, он был всегда месяцем без праздников, ранее, когда-то, до середины 20-го столетия. Так и было. Но были древние пророчества многих еврейских праведников, цадиков о том, что этот месяц Ияр, он будет ознаменован в эру Машиаха величайшими самыми праздниками. И так оно, дамы и господа, и произошло, и происходит, и еще произойдет. Потому что именно вот такое совпадение, да, его величество случай, но это не просто случай, но-но-но, это Божья воля. Именно в месяце Ияр было возрождение государства Израиля. В начале Ияра мы празднуем, да, 5-го Ияра, вот, ну, в этом году 4-го Ияра, потому что, чтобы не в пятницу, чтобы не в шаббат. Вот, значит, пораньше праздновали. Вот, значит, а в конце месяца Ияр мы что будем праздновать? Да, правильно, День Иерусалима. День Иерусалима. То есть, получается, события 1948 года и 1967 годов, вот как раз возрождение Израиля как еврейского государства и возрождение Иерусалима как столицы еврейского государства, эти чудеса, оба чуда этих, произошли именно как раз в месяце Ияр. Поэтому, вот так вот, это величайшее такое знамение, такое для всех верующих, евреев, неевреев, неважно, для всех верующих и верных, и святых детей Божьих. Да, месяц Ияр ныне в эту мессианскую эпоху, эру, ознаменован на самом деле двумя величайшими чудесами. Да, это на самом деле два главных геополитических чуда 20-го столетия, уже прошедшего, уже 20-го столетия. Да, возрождение Израиля в 1948 году и в 1967-м Иерусалим наш снова. Снова еврейский город, снова под контроль Израиля, весь город Иерусалим попал, значит, и это стало как раз величайшим Божьим чудом. Тоже в месяце Ияр, поэтому и начало месяца, и конец месяца Ияр ознаменованы вот этими двумя праздниками. Да, друзья, и сегодняшним этим, в этом эфире, благоставляю всех вас, благоставляю Израиль, благоставляю Иерусалим во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призовит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аллилуйя. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Дорогие друзья, из города Санкт-Петербурга, с берегов Невы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать доумножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Богу. Да, спасибо всем огромное по скрипту таким, спасибо всем огромное за молитвы, эти дни вот приболел немного, но вот слава Богу сегодня вот, хотя еще так вот голос не совсем восстановился, но молюсь, моя молитва за ваше служение, пусть обильно благословит вас Бог, аллилуйя, Ольга, да, спасибо огромное сестра, братьям, сестрам, всем вам огромное спасибо, благословляю всех вас во имя Господне. Будут, сейчас будут отключаться от эфира, любим, помним, ждем в Орле, Сергей, аллилуйя, да, надеюсь уже скоро в Орле буду, вот, слава Богу, напишите мне там, значит, координаты свои, телефон там, напишите там, что там у нас, если вайбер, ватсап, если пользуетесь вайбером или ватсапом, то напишите номер телефона как раз, Сергей, хорошо, вот, потому что я вскоре намереваюсь тоже посетить Орел и Курск, вот. Ну, вообще, сейчас служу в основном по центральной Европейской России, вот, а также здесь вот на северо-западе, на берегах Невы и Ежоры, как раз где зарождалось православное обновленчество. Да, и этот год у нас вообще обозначен столетием, как раз, столетие вот этого движения, столетие союза такого, друзей церковной реформации. Здесь, в Петербурге, в Колпино, в Петрограде, в девятнадцатом году как раз был основан этот союз. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, все, с Богом, до встречи. Ну, а я буду дальше рассуждать о теле крови Христа, вот, и к чему и вас призываю, возлюбленные, дорогие братья и сестры. Такой же от кости его плоти плоти его, а тело его не больное. Аминь, 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 аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.